Всем привет! Сегодня я расскажу вам про одну штуку, которая есть на каждом тракторе, но мало кто знает откуда она взялась. Это трехточечная навеска. Вы видели ее на МТЗ, ЮМАЗЕ, Джон Дире, а также вот совсем недавно на моем самодельном мини-тракторе у меня на ютуб канале. И вот лично мне даже в голову не приходило, что раньше трактора были без навески. Сто лет назад в сельском хозяйстве наступил переломный момент. Трактора начали заменять лошадей. Но по сути это были все те же лошади, только железные. Плуг за трактором цепляли за одну точку, как прицеп. Если плуг во время работы натыкался на камень, трактор либо буксовал, либо становился на дыбы и опрокидывался, что было очень неприятно для водителя. Кстати, в те времена перевороты тракторов были одной из главных причин травм фермеров. Статистика говорит, что до 40 процентов несчастных случаев на фермах были связаны именно с этим. Тракторная индустрия развивалась и постепенно появились полу навесные и навесные орудия. Последние были хороши своей компактностью и сделали трактора более маневренными, но поднимали эти орудия вручную с помощью системы рычагов и лебедок. Представьте, фермеру приходилось слезать с трактора, крутить рукоятки и тянуть рычаги, что требовало немалой физической силы. Так могло продолжаться долго, если бы не Гарри Фергюсон, британский механик и изобретатель. Он не только существенно повлиял на облик современного трактора, но еще и стал первым человеком в Ирландии, который построил собственный самолет и поднял его в воздух. Это было в 1909 году. Самолет назывался Фергюсон Моноплан. А еще он разработал первый полноприводный автомобиль Формулы-1. В 1961 году его компания участвовала в создании болида Фергюсон П-99, который даже выиграл одну гонку вне чемпионата. Итак, что же изобрел Фергюсон? А изобрел он трехточечную навеску. Трехточечная она называется потому, что имеет три точки крепления к трактору. Две по бокам снизу и одну посередине сверху. Соответственно, получается две нижних тяги и одна центральная. Ранние версии своей навески Фергюсон продемонстрировал в 1920-1921 годах на заводе Фордсон. В то время она была еще механической. Фергюсон рассчитывал запустить ее в производство, но сделка с Генри Фордом не состоялась. Форд тогда был занят массовым выпуском своих тракторов Фордсон серии F, которых к 1927 году было продано более 700 тысяч штук. Тогда Фергюсон продолжил работать над конструкцией навески и в 1926 году разработал и запатентовал ее гидравлическую версию. Это был настоящий прорыв, потому что гидравлика тогда только начинала входить в технику. Первые системы были громоздкими и ненадежными, а Фергюсон сделал ее компактной и рабочей. Что давала трехточечная навеска системы Фергюсон? Во-первых, вес плуга помогал загружать ведущие колеса. В результате трактор меньше буксовал. Испытания показали, что тяговое усилие трактора увеличилось на 20-30%. Во-вторых, когда плуг натыкался на препятствия, трактор больше не опрокидывался назад. Вместо этого плуг через центральную тягу навески как бы упирался в трактор, загружая его переднюю ось и разгружая заднюю. В-третьих, наличие гидравлики впервые позволило управлять орудием трактора, не прилагая особых усилий. Один поворот рычага и плуг поднимался или опускался. Казалось бы, изобретение Гарри Фергюсона должно было тут же получить признание среди компаний, которые выпускали трактора. Но на самом же деле все вышло не так. В 1933 году Фергюсон показал трехточечную навеску владельцам тракторных фирм. Но им не зашло. Тракторная индустрия того времени была заточена под совершенно другие орудия. Крупные производители, вроде International Harvester, делали ставку на свои системы крепления и менять производство им было невыгодно. Тогда Фергюсон решил идти своим путем и, заручившись поддержкой предпринимателя Дэвида Брауна, в 1936 году выпустил собственный трактор Фергюсон Браун. Всего их сделали около 1350 штук. Но об успехе этого проекта говорить тоже не приходилось. Орудий под него не было, да и между партнерами вышел разлад. Браун хотел больше прибыли, а Фергюсон настаивал на качестве. В 1938 году Фергюсон снова поехал к Генри Форду. Показать, как пашет его трактор и работает навеска. И на этот раз Форду понравилось. Заключили устное соглашение, скрепили его рукопожатием и дело пошло. Интересно, что Форд позже говорил. Я увидел, как этот трактор пашет и понял, это будущее. В 1939 году завод Форд Мотор Кампани выпустил трактор Форд 9Н с трехточечной навеской. Цена его составила 585 долларов. По нынешнему курсу примерно 13 тысяч. Он обладал существенными конкурентными преимуществами. Пахал в два раза быстрее, топливо ел на треть меньше и фермеру больше не нужно было напрягать спину. К 1942 году было продано более 100 тысяч экземпляров. Это был настоящий бум для американских фермеров. Потом, правда, Фергюсон с Фордом разругались. Форд начал выпускать улучшенную модель 2Н без согласования с и тот подал в суд. Судебный процесс длился годы и в 1952 году Фергюсон выиграл более 9 миллионов долларов компенсации. Огромные деньги по тем временам. После этого Фергюсон начал сотрудничать с компанией Месси Харрис, чтобы строить свои трактора. Так появилась Месси Фергюсон, марка тракторов, известная и сегодня. А трехточечная навеска пошла в массы. Сначала с изменениями, потому что действовал патент, а в 1960 году срок действия патента кончился и все начали ее копировать как есть. Теперь она везде. На белорусских МТЗ, на западных тракторах и даже на наших с вами самоделках. Благодаря трехточечной навеске орудия стали легкими, трактор стал маневренным, производительность выросла и, главное, значительно повысилась безопасность. Ну а гидравлика, без нее вообще нельзя представить современный трактор. Активные рабочие органы, валы отбора мощности, орудия какие захочешь, плуги, культиваторы, крабли, сейлки, косилки. Кстати, стандарт трехточечной навески сегодня делится на 4 категории, в зависимости от мощности трактора. Легкие самоделки, например, обычно попадают под первую категорию для тракторов до 50 лошадиных сил. Прошло почти 100 лет. Трехточечная навеска добралась до тракторов с GPS и искусственным интеллектом, и это стандарт целой индустрии. Сегодня ее используют более чем на 90 процентов тракторов по всему миру, от маленьких фермерских до огромных агромашин. Так что, когда увидите трактор с плугом, приглядитесь, там стоит та самая трехточечная навеска Гарри Фергюсона, изобретенная им еще в 1926 году. Ну что, друзья, скажем спасибо талантливому британскому парню, благодаря которому мы и пашем, и картошку копаем, и много чего еще делаем. А на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok